Ребята, всем привет! С добрым утром! Желаю хорошего дня! Мы уже с Лёлей погуляли. Погода прям, ну, тепло запахла весной. Но обещают, кстати, опять морозы, но не лютые, как были в начале зимы. Будем надеяться, что так. Потому что вот эта течка соплевизационная, она тоже нафиг не нужна. Всё течёт ещё. Ну и как-то скользковато, потому что лёд, он ещё не весь, он тает. Не быстро тает, да, не настолько тёплая температура. И вот лёд, и одновременно лужи, всё серое небо. Прям можно загрустить. Грустить не надо, ядрёныц. Вот, ребят, вчера в магазине мы разговаривали с одной бабушкой. Вот про эти каши как раз. И она говорит, я водой всегда запариваю, ну, потом сахарку туда. Я говорю, бабуль, какого сахарку, там сахар и так выше крыши. И знаете, действительно, есть такая тема, то, что когда вот эту кашу ты заливаешь просто водой, вот эти вот, тебе кажется, она не сладкая. Вот почему-то есть такой эффект у них, вот, бестров. Мне, кстати, вот этот самый любимый вкус клубника с молоком. Вообще, я хочу купить мультиварку, в мультиварке варить кашу. Я кашу могу и в кастрюлю варить, ну, просто надо вот это стоять, вот это с ложкой, да, жик-жик-жик-жик-жик-жик. Мультиварку бах-бах-бах, нажал и погнал, пока там мыльно-рыльный и прочее она сварилась. А вот, ну и вот это вот тоже как вариант. И вот, ребят, короче, есть такой эффект. Если залить просто водой горячей, она кажется не сладкой, я бабулю прекрасно понимаю. А если залить молоком, то у нее будет прекрасный вкус. Я всегда их с молоком. Вот он, холостяцкий холодильник, да, тут у меня. Вот две ножки, это Леля. Да, вот, видите, буквально полгода назад купил вот этот противень. И вот газовая духовка, вот так его ушатывает, и хрен ты чем, наждачкой не ототрешь. А вот, тут супок у меня там, кастрюльки. В общем, все нормально, первое, второе. Так, ну вот молочком я... Сначала я его, конечно, кипячу. Опа. Главное, чтобы тоже не убежал. Куда-нибудь не убежал. Вот, примерно, вот, столик. Вот, и кипяченым молоком заливаю, и получается очень порядочно, и никого сахара не надо добавлять. Да и вообще не надо, даже если кажется, что не сладко. Потому что, поверьте мне, это вот сахар там выше крыши. Ребята, как же мне повезло. Смотрите. Тихо, нет, не повезло, не повезло, не повезло. Нет, повезло, 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 повезло. Все, что оно не убежало через край. Вот, отошел буквально там туда-сюда покрывалочку поправить на диване. Вот, сейчас прихожу. Ёх, хорный бабай. Чуть не вышибло его. А вот, ну ладно. От души и сердца. Тоже тут очень важна пропорция, чтобы она и сухая не получилась, эта каша. И не утонула в молоке. Вот так вот, тоненькой струйенькой. Ну вот, прикрываю ее вот. Вот так вот. Вот. Даже если чуть там будет, чуть больше молочка там, но ничего страшного. Самое главное, чтобы меньше не налить, потому что меньше будет сухая. Ну и теперь вот, перемешиваю ее вот так вот. Вот. Так. Щиды, каша, пища наша. И крышечкой. Ну минут на пять, сейчас пока чайничек закипит, кофеек. Вот. Как раз и каша будет готова. Ну вот такой у меня получился простенький завтрак. Кофеек, кашка. Ну то, что молока чуть больше, ничего страшного. Вот если бы воды было вот чуть больше, даже не чуть, тогда бы было совсем невкусно. Ну и остатки былой роскоши. Ноздрящий сыр у меня маленький кусочек оставался. Я его порезал ломтиками. Ну и вот колбаску надо доедать. Это премиальная черкизовская. Еду в сторону черкизовского мясокомбината. Ну и хочу заехать в автосервис. Что-то у меня клапаночки подстукивают. Ну все-таки 120 тысяч пробег. Не знаю. Ну если возьмут, возьмут. Нет, нет. Наугад. Посмотрят. Может там подрегулируют. Ну и вообще клапана надо регулировать, по идее. 16-клапанный мотор стоит. А вот. И как-то вот так-так-так-так-так-так. Такой неприятный звук идет. Не знаю, не звонил, не спрашивал. Ну возьмут, возьмут на диагностику. Нет, нет. Нет, значит в следующий раз. А что мне делать при черкизовском мясокомбинате? А при черкизовском мясокомбинате есть замечательный фирменный магазин, в котором можно купить фирменные колбаски. И по гуманной цене, в общем-то. Ну и свежести будет в большинстве первой. Так что вот так. Занимаемся делами. Пока на больничном. Ну мне надо больше даже не себе, а Лёле. Там сердечки, желудочки. Она все это дело очень любит и уважает. А вот. А я закупаю. Половину варю, половину в морозильничек. Вот так вот. Там можно, я говорю, подешевле и первой свежести. А я заметил, что-то и сердечки не во всех магазинах ты еще найдешь. В ленту зашел. Нету. В Дикси нету. Ё-моё. А она смотрит, Лёля, собачка моя, говорит, давай сердечки. Я говорю, на сосиску. Сосиску кушайте сами. Так что вот так. Ну и себе там что-то прикупить тоже надо. Да, кушать надо, Ядрин. Ну все, заезжаем народу мало после праздников. А вот я до праздников приезжал. Что-то тоже там не надо было. Юхарным. А, масло я хотел поменять. Когда это? В начале зимы приезжал. До каких праздников? Ну, в начале зимы это же до праздников. Короче, вообще было не протолкнуться. Постоял, глазами похлопал, уехал в другой сервис. Что, ребят, выехали мы из сервиса. Ну, в общем, я доволен поездкой. Сейчас я вам отрапорту и вот здесь вот припаркуюсь. В общем, мне сделали полную диагностику машины и двигателя, и подвески. Вот, двигатель, говорит, с чего вы взяли? Клапана, говорит, у них стучат в том случае, ежели снимается головка, перебирается головка блока. У вас все нормально. Это оно так, говорит, и должно работать. Не переживайте. А я что-то, знаете, ну как там, вот мы с батей стояли, я машину завел и вышел. Вот мы с батей ля-ля топали. Он говорит, ой, у тебя клапана стучат. Я говорю, что, правда, что ли, открываю капот? Правда. Она так работает, знаете. Вот. Она всегда так, оказывается, и работала. Это просто меня батя с панталыги сбил, у меня бах гештальт. А вот, в общем, обследовали, послушали. Говорит, так, это, говорит, нормальный ее рабочий режим. Не бздите. Алексей Михайлович, проверили подвеску. Ну, у вас потекают амортизаторы задние, а я об этом знал. И, в общем-то, собирался их уже менять. Думаю, ну, давайте, раз уж я заехал, и машина уже висит на подъемнике, давайте менять, ребята. И вот сколько мне все это дело обошлось. Так, значит, диагностика шумов ДВС. 450 рублей. Шумы не выявлены, и это очень хорошо. Замена задних амортизаторов. 2250 рублей. Расходные материалы, то бишь это, то бишь, то бишь, спрей медный или алюминиевый. 150 рублей. В общем, за одни работы мне все обошлось. 3 тысячи 150 рублей. И сами амортизаторы стоят, ну, по две тысячи, четыре тысячи ровно, но у меня скидочка прошла 3 800. Вот так вот я съездил в автосервис. Вы, конечно же, спросите. Наликом? Конечно, карточкой. Конечно, карточкой ядренать. Ну, я амортизаторы хотел менять. К дачному сезону машин надо готовить. Ну, в общем, я рад. Он посмотрел, говорит, ну, у вас машина, в общем-то, ухоженная. Я говорю, ну, еще бы, ядренать. В чьих руках-то? Вот. Надо к летнему сезону готовить. И единственное то, что у меня еще беспокоится, и это не работает у меня кондиционер. Но я думаю, что это не дешевая будет работа, поэтому, ну, потом-потом. Сейчас я не пью, ядрёныть. Деньги целее будут. Вот я говорю, лучше пиво не попить, а немножко отложить, да? А на отложенное потом что-нибудь сделать доброе. Порядочно? Я считаю то, что очень порядочно. А, ну, а какая модель амортизаторов тут не написана, к сожалению. На коробочках было написано, я отдал мастеру. Даже не посмотрел. Я говорю, ну, дайте нормальные, дайте нормальные. Потому что там были какие-то, и чуть подешевле, он говорит, ну, это совсем хреновый. Были чуть подороже. Но вот которые чуть подороже, они, говорит, почти такие же, которые взял я. Вот. Ну, не оригинальные. Две тысячи рублей за одну штучку. Честно, думал, будет дороже. Ну, я думаю, что это нормальная цена. Вот, так что так. Ну, со стоянкой возле черкизовского магазина всегда не очень. Поэтому я ставлю вот здесь, и стояночка такая. Ну, и довольно, конечно, прилично пердюхать до магазина. Ну, зато душа спокойна. Тут, видите, знаки. Там, вон, парковка, но для инвалидов. Фуры стоят по всем сторонам дороги. Вот я поставил и спокойненько ковыляю. Хотел сейчас посмотреть, как амортизаторы называются. Ну, на самих амортизаторах. Но за колесом не видать. Ну, ладно, бог бы с ними. Ладно. На наши их хватит, я думаю. Так, ну, а если кому-то интересно, адрес сие магазина при комбинате. Вот, Пермская, 5, написано. Вон он там, вон, за козырьком уж магазин находится. Блин, ну дороги у вас тут, а? Башку свернуть. Что это такое? Вот, кто это так делает? Ну, ладно. Это сладкое слово. Акция. По 119 рублей. Эсколупчики такие. Надо забирать. Вот, затарочку произвести. И нормально. Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, я уже дома, только что приехал и готов хвастаться покупками своими. Ох, мощна затарочка! Ох, мощна двухпакетная! Ну, я, ребят, ну я не готов отрапортовать вот даже сколько мне это все обошлось. Вот именно вот мои два пакета. Потому что еще два таких же пакета я затарился мати и бати. В общем, мне обошлось все 4 там с копейками тысячи рублей. Но поверьте мне, это того стоит, потому что вот я набрал, да, сейчас большую часть в морозилочку. И оттуда вот только тягать и готовить, размораживать, в общем, очень удобно делать такую затарку. Так. Ну, Лёля, да, Лёля взял, Лёлечки, Лёля взял. Лёля, это тебе, да. Вот такие вот желудочки. Сейчас будем варить в желудочные мешочки. Шницель забрал. Ну, вы видели, да, там все по акции. Не магазин, а сплошная акция. Шницель 400-граммовый. Медальоны вот такие тоже их обжарить. Сначала замариновать. Очень люблю медальоны из свиной вырезки. Колбаски вот такие вот. Видите, они тут двух видов. Баварский и Чоризо. Чоризо вот. Двухвидные колбаски. Сердечки, опять же, Лёле. Это мне мама передала салат. Говорит, сынок, кушай салат Оливье. Это барсиком. У них Мурзик не жрет. Может, мои барсики будут. Сухой корм. Первый пакет отстрелялись. Фрикадельки. Вот такие замороженные. Супчик приготовить из фрикаделек я очень люблю. Так. Тоже акционка. Ребрышки классические взял. Нарезочка. Почему бы нет? Для разнообразия. Серкизовская премиум. Да, ну, если колбаса, то премиум. И салями финская. Порядочные. Так, это что? Искалоп свиной. Искалопец взял свиной. Он красивенький такой. Забран. Так, котлеты. У них вот эти вот котлетки хорошие. Мне нравится. Со сладким перцем. Так вот, с макарошками. Пятибалочка воскресным днём. Взял вот такую штуку. Голень под копченые индейки. Ну, интересно. Интересно. Это вот прям доставай с упаковки и ешь. Вот. Вот такая штука. Так. Ну, голени куриные. Сейчас заморожу, пусть валяются. Буду готовить сегодня вот это свинина хрящевая на хрящах с чесноком и зеленью. Мне вот это нравится. Их маринад. Вот этот вот вкусно получается. С картошечкой можно прям запечь. И вот так вот просто. Ну, и колбаску русская по-черкизовски. Ну, вот это мне пример. Я говорю, обошлось где-то там 2000 рублей плюс-минус. Где-то вот так вот. Согласитесь, много позиций. Вот. Ну, и пожалуйста, только, как говорится, готовь. Вот так и живём, ядрёно. Ребята, подписывайтесь на канал. Я прошу вас подписаться, потому что это очень важно. Канал только раскручивается, только начинается. Устанавливайте лайчунка. Ну, заходите на стримы, которые проходят на канале Лёха Хомяков про еду. Ну, я внизу напишу в описании, напишу в описании, как всё, что там называется. Ну, и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Всего хорошего. Увидимся. У меня день сегодня был отличный. Гирштайн по машине, самое главное, закрыт. Потому что, ну, у меня вот это вот... Как батя сказал, что-то у тебя клапана там. Нормально работает. Нормально. Нормально.